Приветствую всех! Здесь чудесный город Иерушалайм. В былые времена это был самый красивый город в мире. Сказано так, это Масахет Сука, Трактат Сука, Дафнун Алев, Амудбет. Сказано так, Тот, кто не видел Иерусалим своей роскоши, не видел красивого города. Дальше Тот, кто не видел храма, отстроенного, не видел красивого здания. Масахет Сука. То есть человек может видеть, объездить весь мир, везде попутешествовать, но если он не был в Иерусалиме, то он не видел красивого города, если не видел храма, он не видел красивого здания. Это было раньше. Сейчас положение другое. Знаете, я хочу сказать, что это такой очень важный фидуш, новость. Идея такая, что тот, кто смотрит эти уроки про молитвы, даже если он не молится, просто слушает слова молитвы. Допустим, мы говорим про Иерусалим. Если человек слушает эти уроки про Иерусалим, и он скучает по Иерусалиму, хочет, чтобы был отстроен Иерусалим, то это само уже влияет как молитва. И благодаря этим урокам, кто слушает это, это уже поможет Иерусалим отстроиться как можно быстрее. Там же Масахет Сука написана интересная вещь, что храм был построен так, что тот, кто на него смотрел, он видел, как будто волны моря переливаются, играют и бегут. Как это было построено? Это было сделано из голубого мрамора. Так что камень, камни, они как бы не были на одном уровне. Точно как это было, я не знаю. Но они были так построены, эти камни, что иллюзия была такая, было такое впечатление, кто смотрит на них, кто как будто увидел, как будто играют волны. Это, наверное, на самом храме. Так это было красиво. Это для тех, наверное, кто жалуется, кто жаловался на то, что в Иерусалиме нет моря. В Иерусалиме все хорошо, но не хватает моря. Так вот, такое не хватает моря. Ты видишь, да? Видишь, как будто впечатление моря. Потом храм был разрушен, и на протяжении двух тысяч лет почти было плачевное состояние. Описывает Марк Твен, который написал книгу, в которой я не могу выиграть его название. Рэбари. Кто написал Марк Твен? Какую книгу написал? Том Сойер. А, Том Сойер. Там еще был. Том Сойер. Еще был один там. Вот, 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 вот. Это я не буду говорить. Но Марк Твен, он путешествовал по Израилю в 1867 году. Он путешествовал, и вот так он пишет про свое впечатление об Израиле и об Иерусалиме. Я цитирую часть, частями то, что он написал. Пишет так. Даже прославленный Иерусалим, одно из самых величайших имен в истории, утратил былое величие и превратился в нищую деревню. Палестина, край заброшенный и неприглядный. Палестина, голова ее посыпана пеплом. Я читаю отрывки. Она отдана поэзии и преданиям. Это страна грез. Так видел вещь Марк Твен в 1867 году. Он был таким не единственным. Многие, многие не верили в будущее Иерусалима. Никак это было непредсказуемо, что сегодня Иерусалим будет уже выглядеть так, как он выглядит сегодня. Видели, что Марк Твен был неправ. И в последние сто лет Иерусалим, он процветает. Я думаю, не будет привлечь меня, если мы скажем, что Иерусалим и Израиль это самая процветающая страна и город в мире. Относительно своего личного прогресса. Не сравнивая с другими городами, какая там технология, а вот как он развивается в последние года, этот развитие идет быстрее любого другого места в мире. В разных областях совершенно. Я не буду в это вдаваться, но общая картина такая, что Иерусалим, Израиль благухает, процветает и возвращается быть центром мира. Посмотрим на Иерусалим на картинке. Иерусалим, пожалуйста, на картинку посмотрим фотография. О, будущий Иерусалим. Узнаете, там видно котель, стена, которая по-русски называется «тена плача». Так она называется котель-марави, западная стена. На самом деле, есть еще стена. Что-то про нее не говорят, но она есть. Есть тоже южная стена, стоит себе там. Ну, она удостоилась меньшего внимания. Так ли на чем-то, чем молитву, я читаю. Начало со связки «В» и «И». Эта связка, она нас привязывает к прошлой молитве. Прошлая бараха, помните, какая была? Про цедиким. Понятно, что если будут цедиким, то будет Иерусалим. Без цедиким, какой может быть Иерусалим? Вообще, Иерусалим зависит от каждого из нас. Чем больше людей придет в Иерусалим, в Израиль, тем быстрее он будет отстроен. И мы просим так. В Иерусалим, Ирха барахамим ташув. Ле, направление, да, куда? В Иерусалим. Ирха, город твой. Берахамим. Опять-таки, слово рахамим. Милость. Ташув. Опять-таки, слово ташув. Ата, ташув. Глагол ташув. Та, это ата. Ата, мы обращаемся к Творцу, к Ашему, Ашем, ата-та-шув. Ата-та-шув. Видите, до этого мы молились за цедиким. Мы еще удивлялись, как такое, как так, что мы просим что-то за цедиким. Они, они за нас. Мы молимся за цедиким. Тут молимся за самого Ашема. Мы молимся за Ашема. Мы говорим ему, ата-та-шув. Мы за него молимся. На самом деле, в этом очень важный принцип юдаизма. Это подход юдаизма, что каждому придается сила и влияние, каждому из нас, настолько, что мы влияем на самого Творца. Если мы молимся, то он вернется в Иерусалим. Это связано с окончанием прошлого урока, когда мы говорили про то, как работает молитва. Я извиняюсь, что я прыгаю иногда. Видите, я прыгаю. Это саф или таф. Вот эта буква таф, если она без точки внутри, она по-ашкеназски представляет, как саф. И я перепрыгаю, потому что разные слушатели на разные настроены. Я извиняюсь. Кто-то настроен на Ашкеназ, он будет сильно говорить са-сишкон. Да, тот говорит не по-ашкеназски, а то таф, это таф, неважно, с точки, с точки все время будет таф. Вы тишкон бетуха кашерди барта. Тишкон, слово мешкан, да, то есть ты будешь там присутствовать. Бетуха, беттох, внутри, внутри ее, Иерусалима. Ир, город на иврите, это женский род. Ир, это женский род, поэтому беттоха в ней, имеется в виду в городе, в Иерусалиме. Женский род, поэтому бетуха в ней, в городе Иерусалим. Каашерди барта. Да, так, как ты говорил. Где говорил, что говорил. Пророк Захарья. Пророк Захарья. Пророк Захарья. Там есть несколько предложений, несколько пасуки, которые связаны с нашей молитвой. Захарья, с самого начала, Захарья Алиф, пророк Захарья. Пасук. Лирушалайм, Ирха, барахамим, Ташув. Да, это наша молитва. Лирушалайм, Ирха, барахамим, Ташув. Взяли этот пасук и из него сделали молитву. А дальше написано, Захарья, перок Хет. Так мы видим, что Ашем так сказал Захарья, что он вернется в Иерусалим. Поэтому мы просим у Ашема, вернись в Иерусалим, как ты обещал, как ты говорил. Кашир-ди-барта, вернись барахамим, милосердие, и будешь там обитать, как ты говорил. Дальше. Тишком, Батуха, Кашир-ди-барта. Увне, Ота, Бекаров, Бе-ямейну. Увне. Это поведительное наклонение. Цивуй. Увне. И поятстрой. Ота. Опять-таки, Ота. Кого? Ота. Это ее. Это город имеется в виду. Иерусалим. Иерусалим, это она, потому что город женского рода. Увне, Ота, Бекаров, Коров, Вскоре, Бекаров, Бекаров, Вскоре, Бе-ямейну в наши дни, Ямим в дни, Бе в наши дни, Ямейну, Бе-ямейну, чтобы удостоили все видеть, Иерусалим отстроенный. Биньян Олям. Биньян Олям. Биньян Олям это такой биньян, который уже не будет разрушен. В отличие от первых двух храмов, которые были разрушены, к сожалению, третий храм будет отстроен и не будет разрушен. Это будет биньян Олям. И дальше мы просим в кисе Давид. Опять-таки, в кисе Давид Авдейха. Кисе, это красивее будет перевести как престол. Кисе Давид Авдейха, трон, престол, чтобы кисе Давид Авдейха, эвит, раб, давид. Это Давида Мелех, царь Давид. Раб твой. Меце ввиду его. То есть тот, кто вышел из него, кисе Давид Авдейха. Не сам Давид Амелех. А престол его будут править в машинах. Сам царь, он будет исходить из предословной Давида. Давида. И Мегера, побыстрее, побыстрее. Сколько можно ждать? Вообще, давно он должен быть разрушен. Но мы все еще ждем и ждем. Просим Мегера. Летуха, опять Летуха, тахин. Еще раз, полная фраза. Ведь есе Давид Авдейха, Мегера, Летуха, тахин. Как можно быстрее. Подготовь престол в Иерусалиме. Что значит подготовь? Что значит тахин? Тахин, подготовь. Идет постоянная подготовка к строению Иерусалима. То, что я сказал в начале урока, что Иерусалим он строится. Люди иногда приезжают в Иерусалим. Я слышу, приехали в Иерусалим. Приезжают в Иерусалим и все удивляются. Вау! Все изменилось. Все отстроилось. На самом деле это так. Все с бешеной скоростью, все строится и меняется. И видно, что идет строение, идет подготовка. Идет подготовка. И все, что происходит в мире, это уже направлено на строение Иерусалима. Но Иерусалим не будет отстроен полностью, пока не будет в нем кеседавид. Поэтому просим в этом литве кеседавида в деха. Без этого Иерусалима полноценного не будет. И дальше оканчиваем. Баруха та Ашем, боне Иерусалим. Баруха Ашем, браха, боне Иерусалим. Мы видим, что кто строит Иерусалим. Мы бегаем, суетимся. Но Ашем, он, боне Иерусалим, в настоящем времени, не прошедшем, не в будущем, а сейчас, каждый день Ашем, боне Иерусалим. И даже наши личные тяжелые эпизоды жизни, они все эти трудности, они нас приближают к Иерусалиму. Трудно это полностью понять, но это так. Это очевидно, что это так. И тоже очевидно, что Ашем, он строит Иерусалим, потому что иначе необъяснимо, как на все невзгоды, как Иерусалим продолжает строиться. Биньян улям. Биньян улям. Это наш Иерусалим. Иерушалаем. Само слово Иерушалаем. Иерушалаем. Что это за слово такое Иерушалаем? Есть несколько объяснений этого слова. Иру. Разделим это слово Иеру. Шалем. Это Иерушалаем. В Танахе написано иногда не Иерушалаем, а Иерушалем. Без ют. Иеру. Шалем. Ну Иеру это очень похоже на слово Ир. Город. И Шалем. Шалем похоже на Шалом. То есть Иерусалим, Иерусалим. Иерушалаем. Это город мира. Город мира. Или Шалем, город совершенства. Это Иерушалем. Кроме этого, это еще Иеруша. Иерушалаем. Это Иеруша. Наследие. Это город. нашего наследия. Это тоже слово Иерушалайм, в этом заложено Иерушалайм. И понятно, что очень важно отстроить Иерусалим. Мы не понимаем полностью важности этого процесса, отстроения Иерусалима. Этот процесс важен. И раньше его, да, понимали. Но даже раньше, во времена Хазаль, когда понимали, насколько важен Иерусалим, все равно был такой закон, такая Аллаха, что написано, что Тинукольшир Бейтарван, дети, которые учат Тору, они должны это учить постоянно, приходить в школу, учиться. И написано так, что Энми Бартлин, Атинукот, которые учат Тору, дети учат Тору, Афилу, Любиньян, Бетамикдаш. То есть их нельзя отвлекать от изучения Тору даже для строения храма. Это написано Шухана Рух, Юраде А, Рейш Мэм Гей. Там есть много-много законов, как должны учиться дети. Они должны учиться каждый день и даже немножко в темное время суток, чтобы привыкнуть, чтобы привыкнуть к такому стилю жизни, когда человек учится, а не то, что пошел в школу до звонка, а потом пошел бегать, гонять мяч. Или еще хуже этого. Нет. Написано, что у Женитора оно происходит постоянно, даже привыкает, входит в ритм в такой жизни и Бару Хашем продолжает дальше жить и учиться. И настолько это важно, чтобы дети учили Тору, что даже на постройке храма их не отвлекают. Имеется в виду, что их, я так понимаю, и их учителя тоже не отвлекают на постройку храма, потому что это очень-очень важно. В этом заложено, на самом деле, секреты, да, постройки храма, тоже на этой спуске, что храм будет построен благодаря изучению Тору, то, что дети, святые дети, еврейские учат Тору, это все способствует быстрому строению храма и Иерусалима. Кроме этого, скажем, что есть прямая связь между возвращением народа в Израиль, в Израиль, это наши прошлые молитвы, народ возвращается, да, всех недругов и всех доносчиков мы убираем. Как мы их убираем? Это была молитва, да? То есть мы как бы воюем с этими разными нечестивцами, мерзавцами, которые делают плохо. Как мы с ним воюем? Мы же их не бьем, мы же просто молимся, а как слова влияют? Это вид оружия, молитва это вид оружия. Это сказано, что кеда Зимра, мы это говорим, хэрэф пифиот, хэрэф пифиот. Есть такое оружие, меч. Мечи бывают разные, бывает такой меч, он может такой загнутый, такой меч, такой тут широкий в конце, меч, и он острый с одной стороны, он острый, да, спереди, у него есть лезвие, это меч. А есть хэрэф пифиот, он обычный прямой, не очень длинный даже, и он заострен с двух сторон, у него лезвие с двух сторон, так легче вонзать, может не так и так им бить, рубить. Это называется хэрэф пифиот, почему называется пифиот, это слово пэ, то есть, это вот, само лезвие называется как пэ, потому что меч, он как бы поедает, да, маа хэлит, маа хэлит, он, это тоже вид такого кинжала, такой маа хэлит, хэрэф пифиот. Так, мы говорим, что пифиот, это не просто лезвие меча, а это еще буквально пэ, пифиот, это пэ, да, меч рта. То, что ртом, мы говорим слова, и это есть оружие, это есть меч, хэрэф пифиот. Это, это Таилим, это встречает Псакеди земра, и сами Псакеды земра, это часть молитв, о которой мы говорим еще до креатшма, до молитвы Амида, пусукей до земра, само слово до земра, ну земра это же как бы напевать, нараспев там псалмы, а еще земра, земура, это вот как серп, он тоже косит, он тоже, допустим, здесь поле, мы косим, 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 коса, серп, коса, это земура, земира, это тоже такой, может быть, вид оружия даже, пусукей до земра, потому что им мы как бы прокладываем себе дорогу для молитвы. Поэтому очень важно говорить пусукей до земра в псалмы перед молитвой, тем самым мы прокладываем себе дорогу для молитвы Амида, когда мы уже стоим перед Ашемом, пусукей до земра. Может, мы достоимся когда-нибудь учить тоже пусукей до земра, там есть о чем поговорить. Ну, на текст «Малитва» посмотрим на «Малитву» Некратинку Такая «Малитва» В Иерусалим, Ирха, Барахамим, Ташув Ветишкон בתуха, каэшер дибарта Увне אותа, бекаров, беймин, бниян, олам Бекхисет Давид, Авдиха, Мегира, Летуха, Тахин, Баруха Таашем, Буне, Иерушалайн До встречи в святом городе Иерусалим Я благодарю всех тех, кто помог мне подготовить и привести этот урок Всего хорошего